Некачественное топливо в Дагестане. 20 АЗС в республике не прошли проверку Росстандарта. Хлеб из древней печи. В селении Карада, где побывали наши корреспонденты, до сих пор чтят традиции предков. Тяжело в учении и легко в бою. Сборная Дагестана по вольной борьбе приступила к финальному этапу подготовки к Олимпийскому сезону. Дагестан в числе регионов с самым плохим бензином. Росстандарт опубликовал список заправок с худшим качеством топлива. Проверки проводились на более чем 150 АЗС по России, в том числе и в Дагестане. Выяснилось, что 20 республиканских заправок торгуют горючим крайне низкого качества. Среди наиболее распространенных нарушений – несоответствие заявленному октановому числу и температуре вспышки дизельного автомобильного топлива, а также повышенное содержание серы в бензине и солярке. Брачный возраст могут изменить в России. Соответствующие поправки разрабатывает Министерство юстиции. Согласно им, некоторые лица, не достигшие возраста 18 лет, смогут вступать в брак. По словам экспертов, сейчас на федеральном уровне нет единого подхода к возможности заключения брака между несовершеннолетними. Поэтому Министерство юстиции планирует более детально проработать и регламентировать данный вопрос. На сохранение лесов в Дагестане потратят почти 42 миллиона рублей. Данные приводит ДАК «Сельхоз». Субвенции федерального бюджета направят в республику в рамках нацпроекта «Экология». Так, на лесовосстановление запланировано 13,3 миллиона рублей. На заготовку семян – 3,5 миллиона рублей. На приобретение лесохозяйственной техники и оборудования – 5 миллионов рублей. Лесопожарные техники и оборудования – почти 20 миллионов рублей. Один из старейших высокогорных аулов Дагестана – Карада. Место, где по-прежнему чтят традиции предков, как бы это ни было тяжело, невзирая на соблазны современного мира. Как один из примеров – это общественная пекарня. Раз в неделю возле дровяных печей в селе собираются женщины и пекут хлеб на всю округу. Побывала на месте и наблюдала за процессом и наш корреспондент Луиза Раджабова. Купить хлеб в магазине или приготовить дома – нет. Такой простой способ им не подходит. Хозяйки старейшего аула Карада не изменяют традиции. Хлопоты их нисколько не пугают. Взяв 20, а то и 30 ведер с тестом и охапку сухих дров, раз в неделю они раздают хлеб на все село. И сегодня, например, старая женщина, это раздается на всю село. Видели, это старое село, есть еще там около школы, новое селе у нас. И там раздают. Это около 250-300 хлеба нужно делать нам. Строение из местного камня устроено так, что дым быстро уходит наружу. В тесном помещении большую часть занимает сама печь. Места совсем немного. Поэтому внутрь заходит по очереди. В дни перед большими событиями бригады по трехозяйке сменяют друг друга раз в полчаса. К приготовлению хлеба относились очень серьезно. Считалось, что в плохом настроении его печь ни в коем случае нельзя, потому что тесто не поднимется и обидится. Также желательно было печь его с четверга на пятницу. Все тогда запах доходил до предков. И розданный в этот день садака считался на радость и жителям тоже. Бет-сарапчет. В переводе с аварского означает «хлеб на опаре». Тесто замешивают из муки двух видов – пшеничной и кукурузной. Немного соды, соли, сахара – и вот все готово. Вот эта печка сделала моя мама. Фундамент сделала. И шагом эти камни тоже таскали сюда. И эту землю тоже, и шагом тоже взяли сюда. И вот так, в первый начало, вот так делала она. Все тоже, кто хочет, чтобы в свое место тоже люди делали такие. Нам много садака делали в то время. Сейчас это остается один в этой селении. Место опечи считалось женским гадыканом. Горянки обменивались новостями и выпекали хлеб на неделю вперед. Точно зная – никто голодным не останется. Для женщин, работающих на поле, это было очень удобно. Выручала запасы тогда, когда в дом приходили гости. Когда это уроза байрам, урбан байрам, это не останется. Всегда работает. Каждый год ремонтуют, каждый это бывает, что мавлиту делают. Собравшись у печи, они обязательно найдут о чем поговорить и не забудут отправить кулинарное видео в город. Вот такой вот симбиоз древних традиций и современных средств связи. Луиза Раджабова, Гаджи Магометов. Новости ННТ. Гунипский район. Карада. Ну а теперь предлагаем вашему вниманию краткий обзор событий от Патима Тханаповой. В WhatsApp появилась новая зараза. Ее уже назвали новогодним вирусом. Под видом праздничных поздравлений злоумышленники отправляют пользователям ссылки на зараженные веб-страницы. После перехода по ним хакеры получают доступ к персональной информации пользователя, хранящейся на смартфоне или компьютере. Несмотря на простоту вируса, из-за обилия поздравительных сообщений многие пользователи проходят по зараженным ссылкам по невнимательности. Будьте бдительны. Microsoft прекращает поддержку операционной системы Windows 7. Отказ планируется 14 января текущего года. Данная операционная система была создана более 10 лет назад при совершенно другом уровне киберугроз. Появление новых технологий вызвало необходимость ее пересмотра. По словам представителя компании, в условиях отсутствия поддержки защищенности Windows 7 ее пользователи рискуют стать легкой добычей для интернет-мошенников. Поэтому специалисты советуют обновить операционку. При участии ОМОН в Дагестане содержаны подозреваемые в вымогательстве. Один из обвиняемых под предлогом позвонить своему брату забрал мобильный телефон со стоимостью 90 тысяч рублей у девушки. В последующем он и его подельник требовали у потерпевшей 40 тысяч рублей за возврат устройства. Женщина с заявлением обратилась в полицию. Во время передачи денежных средств на привокзальной площади аэропорта у этаж подозреваемые были задержаны. Авиарейсы из Махачкалы в Баку и Тегеран планируются запустить в этом году. Авиамаршруты откроют после ввода в эксплуатацию нового международного терминала у Махачкалинского аэропорту, сообщает ТАСС. Прорабатывается также вопрос запуска прямого авиасообщения в такие города, как Екатеринбург, Сочи, Волгоград, Ставрополь, Самара и Симферополь. Это будет зависеть от возможностей и желаний российских авиакомпаний. Сборная Дагестана по вольной борьбе приступила к финальному этапу подготовки к Олимпийскому сезону. Первым стартом 2020 года для большинства спортсменов станет гран-при Иван Ярыгин в Красноярске. В какой форме наши борцы подходят к этому международному турниру, узнал Курбан Рагимов. Работая сквозь капли пота у этих 70 дагестанских вольников, лишь одна забота. Впереди у большинства борцов первый старт Олимпийского сезона. Пришло время заявить о себе во весь голос. Борцовская дружина тренируется в пригороде Махачкалы на новой приморской базе. Первый этап подготовки команда прошла в Адлере, где в основном вольники работали с железом и бегали кроссы. Здесь же они больше времени находятся на ковре, оттачивают технику и тактику, проводят контрольные схватки. Главная задача – планомерно подвести свой организм к соревнованиям. Для каждого спортсмена сборы – это хороший обмен опытом. Традиционно к дагестанской команде подключаются бойцы смешанных единоборств, а также титулованные борцы, представляющие зарубежные страны. Умар Нурмагомедов и Брагим Саидов звездный состав еще успеет пополниться. Работаю в основном со своими весами, это Шамил Амаров и другие ребята, это Касом. Ну, в основном совесть. Гази Магомедов подсказывают, другие подсказывают. Но в основном такие, чтобы с ноги посадить, с корпуса повозиться. В основном мне эта работа нужна. Здесь очень шикарные условия, хорошие тренера, соперники, все на высшем уровне. Я, как вы сами знаете, очень долго выступал за сборную Дагестана и знаю, что такое дагестанский сбор. Через год очень соскучился по этим сборам. Конечно, хотелось бы еще раз попасть на Олимпиаду. Для этого надо выиграть лицензионный турнир, который будет один в марте месяце, а другой в конце апреля. Ну, попытаемся, будем делать все возможное для этого. Ярыгинский турнир в этом году не вошел в число рейтинговых. Однако специалисты уверены, что уровень конкуренции в этот раз будет даже выше, чем в предыдущие два года. Выступить в столице Сибири смогут медалисты прошлогоднего гран-при, турнира Алланы и молодежных первенств мира и Европы, а также первая пятерка чемпионата России. В команде рабочая, позитивная атмосфера. И это несмотря на то, что многим спортсменам предстоит бороться за призовые места между собой. Отношения не меняются, все близко, как братья, общаемся, нет у нас такого. Но на ковре, конечно, уже мы боремся, выходим, не смотрим, что друзья или братья там. Во время самой схватки зарубаться? Ну да, конечно, все на равных почти, все, кто лучше себя чувствует, тот и выиграет. Мы-то все силы отдадим, и там уже от сиющено все, как получится. Большое желание есть, как у других спортсменов. И я думаю, если в хорошем форме мы войдем, решало, выиграем тоже. Финальный этап подготовки к Ярыгинскому турниру продлится две недели. Гран-при в Красноярске стартует 23 января. По его результатам определится состав национальной команды на чемпионат Европы, который пройдет в середине февраля в Италии. Курбан Рагимов, Муса Салгиреев, телеканал ННТ, Махачкала. Ну а это были все новости к этому часу. Еще больше информации отслеживайте в наших социальных сетях. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»